И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики! С вами стал Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграем достаточно интересную игрушку под названием Let it go! Это, ребята, игрушка, где нам предстоит играть за вот этого самого товарища, за этого товарища с маленьким мечиком, который будет зарабатывать себе на жизнь, видимо. И каким же образом он это будет делать, сразу, наверное, вы спросите. А тем, что он будет грабить какого-то короля нежеки или что-то в таком духе. В общем, тащить у него бабки и всякие предметы. Мы будем у него, но если мы будем его, понятное дело, грабить, нас будет немножко злиться его армия. Поэтому скоро вы, ребята, узнаете, про что и как вообще эта игрушка работает. Надеюсь, что она вам понравится. Если понравится, поставьте лайк этому ролику. Чем больше лайков, тем больше роликов по этой игрушке выйдет и дальше. Ну а прежде чем мы начнем, небольшая рекламка. Спасибо, что вы ее смотрите. Любишь военные корабли? Тогда хочу порекомендовать тебе весьма достойную игрушку Battle of Warships. Здесь ты найдешь более 20 видов военных кораблей, на каждый из которых можешь установить свое орудие, а также и улучшить его. Также здесь присутствуют различные классы кораблей, так что ты не заскучаешь. Бомби противника снарядами, лишь попытайся потопить его торпедами. Ссылочка на игру в описании, рекомендую поиграть. Итак, ребята, в общем-то у нас здесь есть деньги, как видите, даймонды, которые тоже нам пригодятся в будущем. И здесь у меня есть жизни, которые потихоньку будут заканчиваться, по мере того, как я буду проходить все это подземелье. Да, вот здесь мы можем отправиться дальше в путь, и также можем набрать себе друзей, для того, чтобы проходить лучше все это дело. Но давайте сначала покажу просто геймплей, прежде чем там много болтать. Лучше покажу все, как это дело работает, а потом уже мы начнем с вами разбираться в других деталях игры. В общем, вот, мы здесь какого-то короля нежни, или кто-то такой, я не знаю, в общем, он спит или дохлый уже. В общем, мы его грабим, и на нас палит один из злостражников, после чего мы убегаем. Сразу скажу, что стилистика у игры просто мега классная. Мне очень нравится стиль игры, графон. Оно вроде как бы такое все анимешненькое, но очень-очень милое такое, скажем, приятное, неотталкивающее. Это мне очень нравится. Обычно, знаете, делают какую-то анимешную графику, но со всеми цветами как-то перебарщиваются, что-то слишком яркое, какое-нибудь что-нибудь в таком духе. А здесь более сдержанное и очень приятно смотрится. Что-то Adventure Time мне местами напоминает. Рисовка такая, хотя в Adventure Time это довольно яркое. Но, в общем, сдержанное Adventure Time, пускай будет. В общем, очень здоровский стиль, думаю, что вы его также ответили. В общем, что по геймплею здесь, ребята? Сейчас я начал вам рассказывать про графоны, а про игру толком да ничего не рассказываю. В общем, суть в том, что на нас нападают монстры, мы должны от них отбиваться, и каждый раз, когда мы по ним попадаем, мы получаем себе скорость. А любой удар от противника или же промах мы не переживем. Потому что если мы промахнемся, то у нас замедлится скорость бега. И если замедлится скорость бега, нас настигнет армия тех ребят, которых в самом начале вы, наверное, видели. Такие жесткие-жесткие ребята. На нас будут напрыгивать всей своей толпой и изничтожать, пытаться. Так, надо фаерболт сейчас не поймать, надо аккуратно уворачиваться от некоторых вещей. И достаточно, на самом деле, все трудно. Надо постоянно-постоянно концентрироваться и никакого промаха себе не допускать. И также прогиссоварим не усовершенствуется. И у них появляются всякие фишечки, скажем так. Они могут щитом там заблокироваться, могут там фаерболт, говорю, закинуть, могут... Может вообще кавалерия прийти какая-нибудь. Поэтому... Вот уже, кстати, пришел один из перг-боссов. Блин, я получил все-таки снаряд. Это очень хреново. Сейчас я потерял всю скорость, которую до этого набрал. И сейчас начнет приближаться армия зла, можно сказать так. И это очень не круто, скажу я вам. Поэтому надо бы немножечко более прицельно сейчас атаковать противников, чтобы все-таки скорость успеть набрать до того, как меня настигнут все остальные ребята. Блин, меня все-таки подорвали. Но я успел заработать 494 монеты. И это, кстати, мой рекорд. Я пробрался на 1368 метров. Неплохо-неплохо. Были бы у меня даймонды. Я бы, наверное, еще воскреситься мог. И самое прикольное, что я пока что еще это не открыл, но со временем будет появляться какой-то лут, как я понял. Потому что здесь написано, что у меня будет еще лут, который будет нас также, видимо, улучшать. И вот, кстати, жизнь восстановила шикарно. Так, и в общем-то, самое прикольное, что здесь, конечно, можно докупить себе героев. Видите, блин, стиль классный. Очень мне нравится. В общем-то, вот, это наши помощники, которые будут идти вместе с нами. И у каждого из них будет какая-либо способность. Не все так просто. Мы не просто будем бегать от противников гасить, а еще также будем набирать себе напарников. И после этого еще нам, говорю, шмотки должны будут падать. Довольно интересные, которые нам также помогут проходить дальше. В общем, сначала я хочу купить, знаете, какого товарища. Это, по-моему, вот этот товарищ, потому что он стоит всего лишь соточку. Поэтому прикупим. Он, знаете, что дает? За каждые 50 метров дает дополнительное золото нам. Поэтому, почему бы его не купить? Очень клевый чувак. Поэтому давайте его прикупим. И также можем, по идее, его одеть, на него лут набрать. И все в этом духе. Пока я, правда, не особо знаю, зачем это. Но, видимо, это для чего-то пригодится. Такое, чтобы загорелось. А, слушайте, а вот это я не знаю, что это такое. Так, что это такое? Про это мне никто не рассказывал. Так, окей. Допустим, я открыл какой-то слот. Возможно, он именно для этого героя и нужен. Так, ага, это мы берем его в нашу компанию, что он с нами пойдет. Так, отлично. У нас есть еще деньги. Я могу еще кого-нибудь взять. Это у нас маг. Каждые 8 секунд фаерболит врага и убивает противников. Короче говоря, неплохо. Это у нас плюнги-плюй. Он умеет, не знаю, плюнги-плюй, наверное. А, он тоже атакует. Это у нас воины. Это тоже воин. Кстати, напоминает мне в одной MMORPG-шке, по-моему, похожий персонаж был. Так, это у нас эльфийка. Она у нас каждые 10 секунд восстанавливает одну жизнь. Неплохо, неплохо. Так, еще у нас есть пю-пю. Но я могу догадаться, что он делает. Он говорит, он стрелок, короче говоря. Каждые 5 секунд стреляет противника. Неплохо. Так, ну слушайте, я хочу взять себе, наверное... Мне вот интересен эльфийка, пю-пю и маг вот тот, который был. Поэтому я даже не знаю, кого лучше взять, наверное. А, вот зачем нужны слоты, чтобы нам все-таки взять еще одного напарника. Пока что я могу начать только вот с таким, да? Который дает дополнительные деньги. Ну окей, тогда давайте на пробу пера возьмем себе вот эту вот миледи. Но в отряд пока что ее не возьмем, потому что будем в отряде вместе вот с этим товарищем. Будем пока что его прокачивать. Так, если ему очочки вроде прокачать, я понял, то... А, он типа... Да, это его уровень, значит. Типа он вообще новичок. Сейчас он уже чуть получше стал походу. Так, и у него должен был левел прокачаться, как я понял. Да или нет? Так, я могу посмотреть у него вторую способность? Нет, видимо со временем откроется. Ну ладно, окей. Пускай сейчас попробуем пробежаться вместе с ним. Посмотрим, насколько же много денег он мне даст в этот раз. Вот он здесь стоит. И сейчас еще, по идее, должен лут вроде как появляться, потому что у нас появился напарник. В общем, игрушка вроде не простая, но, блин, меня лично очень затягивает такая игра. Если вам захочется, говорю, по ней побольше роликов, то можете лайк поставить. Я думаю, что можно поиграться еще, посмотреть других героев и получше раскачаться. Понятное дело, каждую серию буду получше раскачиваться. Так, о, реально он мне хоп, бабки. Так, а, а, он мне показывает дальность моей атаки, что очень удобно. Кстати, я все время и бывает теряюсь, когда вот, мне кажется, враг доходит до нужного расстояния, я бывает теряюсь. Так, ну, допустим, окей. Сколько он мне денег принесет, я не знаю, но надеюсь, что неплохую сумму. Так, давай, скорее всего, быстрее. Что-то как-то медленно партийники идут. До этого побыстрее вроде шли. Так, главное не начать теряться и не кривить, потому что один промах, это уже очень хреново. Это нам сразу же боком выйдет, если я хотя бы разок промахнусь. Поэтому, так, не был какой-нибудь ровный прицел, чтобы я не ошибался. Хотя, в принципе, у меня курсор мыши есть, так что, так что нормально. Хотя на телефоне, наверное, будет труднее в эту игру играть, как мне кажется. Хотя, фиг его знает, может, даже проще. Это так мои мысли вслух, наверное. Так, удобно, да. Кстати, вот противник отошел от зоны. И я мог сейчас по нему попробовать ударить и не попал бы вообще. Так, ух ты, блин, как я всех, всех убрал-то. Так, щит, нет, нельзя нам щит трогать. Щит, это враг нашего народа, честного. Так, 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 этого вырубил, этого тоже надо вырубить этих. Тут же... Так, нет, два бага. Ух ты, фаербол чуть не прилетел. Нет, фаерболы мне, пожалуй, фаерболы меня уже сыт, поэтому, пожалуй-ка, не хочу их больше получать. Так, этого добьем, нет, блин. Чё-то вот единственное, что я не понимаю, как здесь работает сплэш. Я вроде как бы бью так, чтобы убить двоих за один удар, но почему-то не получается. Вот это немножко непонятно. Он мне, ну, в целом, наверное, не критично, конечно, но бывает, местами меня это путает. Так, вот фаербол сожрал. Чёрт, у меня теперь хпшки нет, и мне выкидываться-то негде будет. Так, ладно, хотя бы пока, блин, пришёл копейщик. Хреново, надо копейщика быстрее убить. Так, фаерболчик тоже убираем. Ну, монетка, наверное, мне неплохо принесли, мне кажется, данный товарищ. Постоянно мне прибавляют деньги, а когда я вообще быстро бегу, то денег очень много получается. Так. Ага, это убрал, так, копейщик. Ой, блин, куда я промахнулся? Блин, ещё в щит втащился. Сто рекорд поставил, могу ещё что-нибудь себе прикупить, могу ещё кого-нибудь прокачать, видимо. Так, а, блин, жалко не пишет, сколько конкретно он мне денег принёс за один заход. Но, вроде бы, неплохо подняли бабок. Окей, я его попробовал, мы с ним сейчас закончим. Попробуем другого персонажа, потому что мне интересно, кто из них наиболее полезен. Для меня ей вообще надо нафармить 5000 монет, чтобы прям вообще всё супер было. Так, и давайте-ка возьмём наш коллектив, вот эту вот, Мелиди. Так, она каждые 8 секунд вроде как массово атакует. Окей, давайте её тоже прокачаем разочек, чтобы она получше была. Какая у неё прекрасная сумма денег. Ммм, просто волшебная какая-то. Так, ладно, окей, взяли себе такой набор вещей. Тьфу, вещей, господи, набор героев, персонажей. Скорее прокачать до полного стака, чтобы не хилили, там, фаерболами стреляли, ещё что-нибудь. И вообще героев прокачать, и где? Лут, тут было нарисовано, что я какой-то лут ещё могу получить. Вроде как, ни разу у меня не падал. Может, я недостаточно далеко пробегал, возможно. Так, мне очень интересно, как она будет фаерболить. И жалко, что отметки не видно. Но, в принципе, ладно, я могу привыкнуть. Чуть побольше поиграю. Так, вот она куда фаерболит. Она фаерболит в рандомную область, что ли? Это хреново. Если она в случайную область будет стрелять, то это печальненькая довольно, на самом деле. Ну ладно, допустим. Когда будет огромная толпа монстров, возможно, это хорошо сработает. В самом начале, возможно, это вообще никак не будет помогать. А потом попозже это реально будет что-то неплохое. Так, смотрите, она удар нанесла, убила его дальше, чем он был вообще в области. Значит, у неё чуть больше зона поражения, чем нарисовано. Но я думаю, вы тоже заметили, что она вроде вырубила монстра там, где области-то и не было. Так. Нет, я с тобой не хочу драться. Ты мне сейчас опять... Да блин, я... Ух ты, чёрт. О, воу, воу, воу. Не, нормально, слушайте. Вот за такие приколы я её, пожалуй, люблю. Так, прям такую пачку врагов сразу убрать. Это... Это многого стоит прямо. Ещё и бьёт-то прямо туда, куда мне надо. Не, она очень классная по сравнению с денежками. Я денежек больше набью за счёт расстояния. Мне особо так париться и не надо будет тогда. Так, офигительно. Не, она просто 10 из 10. Знаете, монетки того не стоят. Это ты просто... Больше монеток заработаешь за счёт того, что просто будешь дальше бежать. Так. Так, с ней я определённо смогу скорость набрать безумную. Поэтому всё круто должно быть. И врагов-то мало остаётся, что очень комфортно. Так, ещё и убила. Сразу же просто вынесла этого, как его, копьеносца. Я дальше копьеносца, кстати, врага не видел. Ещё интересно, кто же будет следующий. Так, убери щит, пожалуйста. Так, ещё, ещё, атака, ещё, атака, ещё, атака. Блин, этого копьеносца. Так, фэрбол полетел. Нет, фэрбол я не хочу. Давай, давай, давай. Бам! Бам! Вот это она просто, я её обожаю. Она космос прям какой-то. Любовь моя. Я даже слова не могу подобрать, насколько она мне приятна. Так, фэрболить противник. Ой, это чё такое? Так, погодите. Это надо, наверное, только в лицо бить, в морду. Как мне кажется. Так, фэрбол ей вообще, чё-то, по-моему, ничего не нанёс. Я не понимаю, как он работает, этот противник, поэтому не могу на него напасть. Ау! А чё, я уже жизнь где-то потерял? Ну, смотрите, почти 2 километра прошёл. Хотя золото, да, с тем было чуваком побольше, получается. Сейчас прикинул, что, да, золото было побольше. Так, я хочу её докачать. Она офигительная просто. Хочу больше апгрейдов на неё. Так. Где, 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 где? А, давайте ещё раз проапгрейдим. Апгрейдим. Так, давай. Оп. Ещё грейд. Теперь она у нас курица, видимо. Так, надеюсь, это я не в обиду. Так. И теперь это щит. Так, что это даёт? У неё не появилось новой способности? Я могу это заролить? Вот это что такое? Здесь нарисован какой-то ролл, но я не могу это сделать. Так, и шмоток у меня тоже никаких нет. Я, потому что, видимо, ни одну ещё не выбил шмотку. Не знаю, что конкретно даёт этот апгрейд, но... Мне кажется, что если его подтянуть побольше, то реально будет что-то полезное, наверное. Хотя, фиг его знает. Что это пока означает, непонятно. Может, будет эволюция какая-нибудь ещё? Типа шмотки новые на ней сами по себе появятся после этого. Ну, в общем, ладно, ребята. Это будет пробная серия по этой игрушке. Я не знаю, сколько она сильно вам понравится. Мне вечно офигеть как зашла. Очень классно. Мне нравится стилистика. Мне нравится геймплей. Он простенький, но при этом такой завораживающий, скажем так. Затягивающий. Зончик здесь офигенно играет. Не знаю, слышно его или нет, но я вроде погромче поставил. Но в основном, что я болтаю, вам тише, наверное, его слышно будет. Ну, в общем, всё мне в этой игре нравится. Кроме вот этого костра, который ограничивает меня в количестве жизней. По идее, конечно, можно нам рекламу посадить. Но что-то у меня не смотрится реклама. Я не могу сердечек себе добавить. Это очень меня заставляет грустить. То, что мне хочется прямо, знаете, много-много-много-много играть. Надеюсь, что она не добавит побольше жизней в будущем апдейте каком-нибудь. Ладно, ребята. На этом всё. Игра, если понравилось, хочется продолжать. Давайте поставим лайки этому ролику. 3-4 тысячи наберётся. Я думаю, что можно снять ещё одну серию. А там уже посмотрим, насколько сильно она вам вообще зайдёт в целом. Если что, если вас интересует, что вот это, вот это и вот это. Это, понятное дело, соревнования с другими игроками. Это почта, на которую мне пока ещё ничего не приходило. А здесь донат-магазин. Там можно прикупить валюты и даймондов. Вот. Поэтому я то и не заходил, потому что не видел в этом смысла. Ну, Facebook можно ещё подключить. Если вдруг вам интересно. В общем, надеюсь, вы меня поняли по поводу лайков. Также подписывайтесь на канал, если вам хочется больше роликов от меня увидеть. Поэтому ещё на колокольчик можете нажать. За счёт этого вы сможете не пропускать мои ролики. Колокольчик – штука хорошая. Многие её любят уже. Те, кто не любит пропускать ролики, по крайней мере. И также заглядочное описание. Там есть ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Стрим-канал мой. Если я вам как-то интересен, можете туда зайти и подписаться. На этом всё. Всем удачи. Всем всего приятного.